Внушительная сумма – 760 миллионов тенге. Именно столько в Шемкенте задолжали алименщики. Большинство отцов уклоняется от материальной помощи детям, ссылаясь на безработицу. Для злостных неплательщиков организовали ярмарку вакансий. Все должники говорят, мол, если бы они работали, то платили бы алименты. Всем должникам мы разослали уведомления, чтобы они пришли и смогли устроиться на работу. Пусть не сегодня. Для начала хотя бы зарегистрируются. В любое время может появиться вакансия, если должники по алиментам не придут. В этом случае есть постановление Верховного суда. В течение месяца должник будет привлечен к ответственности. На сегодняшний день в Шемкенте более 11 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. Из них у 5 тысяч должников взыскивается из заработной платы. Остальные 6 тысяч оплачивают алименты, не имея официальную работу. Есть цифры и тех, кто даже не пытается заработать. Таких называют проблемные должники. Их в Шемкенте более 600. На ярмарке вакансий мы представили тысячу постоянных рабочих мест на территории Шемкента. Также в рамках национального проекта «Янбек» предоставлено 3000 рабочих временных мест. Это социальные рабочие места. Первые рабочие места, молодежная практика и общественные работы. И тяжелая промышленность, детские сады и частные школы. Помочь трудоустройству обещают бывшим и условно осужденным. Их в Шемкенте около полутора тысяч. У большинства из них есть специальности, по которым работали до отбытия тюремного срока. Хотел, конечно, найти работу. Я по специальности. Я вообще преподаватель информатики. Но нашлась подходящая вакансия в технологическом направлении. Я рад. Будет стабильный заработок. И все благодаря центру занятости и службе пробации. Они помогли с трудоустройством. На ярмарку мы пригласили 25 осужденных по Абайскому району. Они получают здесь направление и выбирают работу по своей специальности или предпочтению. Число безработных растет, как и должников по алиментам. Кроме ярмарки вакансий найти работу можно на электронной бирже труда. Диас Мусаев, Сакен Сапарбеков, Александр Кропивкин. Информационная служба телекомпании «Утрар».